Идея изоляции элементов объектно-ориентированных систем не нова. Она составляет основу объектного подхода к разработке таких систем и составляет самую суть принципа инкапсуляции. В контексте отношений наследования, которые связывают два или несколько классов в иерархию наследования, идея изоляции принимает вид включения в состав классов защищенных атрибутов и методов. Защищенные атрибуты и методы по уровню доступа к ним занимают промежуточное положение между открытыми и закрытыми членами класса. Открытые члены класса, как мы уже знаем, формируют публичный интерфейс этого класса, то есть состав запросов, с которыми можно обращаться к самому классу и его экземплярам. В то же время закрытые члены класса формируют слой реализации этих запросов. Защищенные члены класса не относятся к его интерфейсу, а образуют, внимание, ту часть реализации, которая может повторно использоваться классами, потомками данного класса. В этом и заключается основное отличие защищенных членов класса от закрытых. К защищенным членам класса могут относиться не только атрибуты и рядовые методы этого класса. Защищенными могут быть и специальные методы, в первую очередь конструкторы класса. Определение конструкторов и операций функций класса как защищенных имеет определенный архитектурный смысл. Но к закрытым и защищенным конструкторам и операциям функций мы с вами вернемся немного позже. Использование наследования ставит перед разработчиком вопросы, которые в принципе не могли возникнуть при работе с автономными классами. В частности, одним из таких вопросов является вопрос о том, что будет с классом-потомком, если определить в его составе члены данных одноименные соответствующим членам в базовом классе. Такая ситуация может возникнуть как в отношении методов, так и в отношении атрибутов. В случае, если производный класс содержит одноименный атрибуту базового класса, то оба атрибута присутствуют в составе производного класса. Для того, чтобы обратиться к атрибуту определенному непосредственно в производном классе, никаких специальных усилий предпринимать не требуется. Для того же, чтобы обратиться к одноименному ему атрибуту класса предка, необходимо использовать квалифицированное имя, построенное при помощи бинарной операции «Разрешение области видимости», которая на языке C++ выглядит и записывается как два двоеточия. Обратите внимание, что использование одноименных атрибутов является нежелательной техникой программирования, но иногда, особенно в ситуациях множественного наследования, она является неизбежным злом. Заметим, что память при размещении соответствующих атрибутов внутри экземпляра класса выделяется для обоих атрибутов, и если это является нежелательным поведением или нежелательной реализацией данного аспекта объектной модели, то внедрение в производный класс нового атрибута желательно пересмотреть как неудачное решение. Что же касается одноименных методов класса, определенных на разных уровнях иерархии наследования, то здесь желаемым поведением, возможно, является перегрузка методами, определенными в производном классе, методов, определенных в базовом классе. Без специальных усилий такая перегрузка невозможна, поскольку поведение класса потомка, или, точнее, интерпретация компилятором нашей записи, нашего определения класса потомка, состоит в перекрытии методами классов потомков одноименных им методов классов предков. Для того же, чтобы перевести ситуацию перекрытия в ситуацию перегрузки методов, необходимо использовать синтаксическую конструкцию using. Рассмотрим небольшой пример. Пусть в нашем распоряжении два класса. Класс банковский счет и класс накопительный счет или счет депозит. Как вы видите из примера, приведенного на текущем слайде, класс счет общего вида может визуализировать свое содержимое двумя способами. По формату, заданному в виде строки в классическом стиле языка C, и согласно некоторому режиму визуализации, который по умолчанию принимает значение 0. Класс депозит, в свою очередь, добавляет к этим возможностям возможность визуализации по формату, заданному как экземпляр класса stdString. Для того, чтобы эта возможность визуализации не перекрывала две предыдущие, в состав определения класса депозита мы вводим определение using следующего вида. Заметим, что управлять избирательным включением в состав класса депозита вариантов визуализации класса общего вида, мы не можем. Все способы визуализации счета становятся доступными в депозите одновременно. Еще один вопрос, значимость которого неимоверно возрастает в контексте наследования, это вопрос о порядке вызова конструкторов класса. Каждый класс конструируется путем вызова одного основного конструктора для самого объекта this и еще нескольких. Дополнительные конструкторы возникают в связи с тем, что атрибуты этого класса сами могут являться экземплярами соответствующих классов. Наконец, если рассматриваемый класс участвует в иерархии наследования, то у него есть базовые классы, которые также имеют в своем составе конструкторы. Порядок вызова конструкторов класса в языке C++ относится к немногочисленной категории фактов, которые имеют характер строгих гарантий языка. Иными словами, их невозможно изменить, а компилятор невозможно обыграть на его территории, например, меняя порядок элементов, указанных в списке инициализации конструктора класса. Порядок, который вы видите на нашем слайде, более чем логичен. Выбор в пользу именно такого порядка вызова конструкторов обусловлен следующим. Любой конструктор, как специальный метод класса, призван подготовить или, как мы с вами уже говорили, отформатировать надлежащим образом ту область оперативной памяти, которая выделяется для хранения соответствующего экземпляра. С другой стороны, каждый конструктор, как специальный метод, да и метод вообще, имеет свою зону ответственности. Логично, что зоны ответственности по форматированию участков памяти четко распределены между базовым и производным классом. Производный класс не пытается отформатировать ту область памяти, в которой будет храниться подобъект базового класса, а базовый класс просто ничего не знает о существовании производного. Наконец, конструкторы, которые вызываются для подготовки участков памяти под соответствующими атрибутами, должны сделать свою работу раньше, чем будет вызвано основное тело конструктора для экземпляра this. Конструктор для экземпляра this, а точнее его тело, выполняет финальную работу, которую не смогли по тем или иным причинам выполнить конструктор под объекта базового класса или нескольких таких базовых классов, а также конструкторы атрибутов. Из этих соображений вытекают основные правила программирования конструкторов. Прежде всего, объем конструктора, точнее той его части, которая заключена в фигурные скобки и является телом, должен оставаться на минимально возможном уровне. Рассмотрим пример. Пусть в нашем распоряжении имеется определение двух классов. Класса Альфа и класса Бета, который является прямым открытым наследником класса Альфа. Как вы видите, в составе определения класса Бета введены два конструктора. В первом из них список инициализации не содержит выражения, соответствующего явному вызову какого-либо конструктора класса Альфа. Однако это не означает того, что ни один конструктор класса Альфа не будет вызван и, соответственно, не означает того, что подобъект в составе экземпляра Бета, соответствующий экземпляру Альфа, не будет должным образом сформирован. В отсутствии явных обращений к тому или иному конструктору класса Альфа, компилятором будет выбран конструктор Альфа по умолчанию. Пример второго конструктора класса Бета содержит более обширный список инициализаций, куда включено выражение для инициализации собственного строкового атрибута, а также под объекта Альфа. Обратите внимание, что и в первом и во втором случае тело конструктора Бета держится на минимально возможном уровне и образуется пустым комплектом фигурных скобок. Стандартный для языка C++ порядок вызова конструкторов базовых производных классов и атрибутов был нами рассмотрен и обоснован немного ранее. Тот же самый порядок рассуждений, но с соответствующей поправкой можно применить и к деструкторам классов. Деструкторы классов вызываются в прямо противоположном порядке по отношению к конструкторам. Сам их порядок вызова, а также противоположность порядков вызова конструкторов и деструкторов являются примерами строгих гарантий языка C++. Иными словами, на эти факты языка C++ мы в любой ситуации можем наверняка полагаться. О виртуальных методах классов как инструменте, который позволяет максимально отложить момент принятия решения о том, какой конкретно метод класса в иерархии классов будет вызван, мы уже говорили. Напомним, что понятие виртуальных методов неразрывно связано с понятием точки фиксации. Используя виртуальные методы, мы переносим точку фиксации на момент исполнения кода и имеем дело с поздним или динамическим связыванием. Отказываясь от виртуальных функций или следуя той объектной модели языка C++, которая принята в самом языке по умолчанию, мы фиксируем момент принятия решения на этапе компиляции или говорим о раннем либо статическом связывании. По аналогии с ранним и поздним связыванием или статическим и динамическим связыванием, можно говорить о статических и динамических типах тех объектов, ссылок и указателей, которые используются для организации полиморфных вызовов. Рассматривая тот тип, который приписан указателю или ссылке и известен на момент компиляции, мы можем говорить о статическом типе этого указателя или такой ссылке. Понимая, что эта ссылка может служить инструментом для адресации экземпляров производных классов, мы допускаем, что реальный, то есть динамический тип объекта, адресуемого по такой ссылке, а равным по указателю, может отличаться от статического. Если наши классы и их иерархии не носят полиморфного характера, то есть не содержат виртуальных функций, то статический и динамический тип объекта всегда будут совпадать. Контекст, в котором умение различать статические и динамические типы является важным, состоит, к примеру, в разрешении формальных параметров. Значения формальных параметров должны определяться на этапе компиляции. Так происходит как в случае полиморфных, так и в случае неполиморфных объектов. Механизм виртуализации методов классов работает по принципу виртуальный однажды, виртуальный навсегда. Тем не менее, механизм виртуализации, то есть позднего или динамического связывания методов, можно подавить явным обращением к конкретному методу, находящемуся в той или иной области видимости. В качестве идентификатора этой области видимости, как вы уже наверняка догадались, будет выступать имя соответствующего класса. Причина, по которой такое подавление виртуализации может оказаться важным, по сути всего одна. Это повышение производительности конкретных фрагментов кода. Работа с виртуальными методами на уровне производных классов долгие годы была не самой сильной стороной языка C++. Ситуация стала меняться в диалекте C++11. Причина прежних неудобств была связана с тем, что квалификатор virtual являлся, да и является до сих пор, необязательным для методов, определенных на уровнях иерархии ниже, чем первое упоминание метода, которое вводит его как виртуальный. Новации языка C++11 связаны со спецификатором override. Применение спецификатора override дает нам, как программистам, возможность явно выразить ранее только подразумевавшуюся мысль. Мысль, которая заключается в том, что перекрываемый таким образом метод является виртуальной функцией класса и имеет ровно такую же сигнатуру, как аналогичный одноименный метод в классе предки. Примеры допустимого и двух недопустимых применений данного спецификатора приведены на текущем слайде. В частности, на примере допустимого использования мы видим, как выглядит применение override на практике. Обратите внимание, что override – это не ключевое слово языка C++. Это один из вновь введенных в состав языка спецификаторов, которые имеют обсуждаемую нами семантику только в определенных контекстах. Другими словами, на явное перекрытие виртуальных методов слово override указывает только тогда, когда оно употребляется в составе определения класса, в составе сигнатуры виртуального метода. Во всех остальных случаях, к примеру, в кодовой базе унаследованной системы, это слово может оставаться и по-прежнему выполнять роль какого-либо объекта хранения или функции. Конечно, с появлением данного элемента в языке C++11 употребление слова override как имени переменной или глобальной функции становится гораздо менее желательным. Тем не менее, при поддержании унаследованной кодовой базы это не означает, что мы должны хвататься за голову и заниматься переименованием соответствующих объектов. Говоря об идентичности сигнатур перекрывающего и перекрываемого методов, необходимо обращать внимание на каждую деталь, включая квалификатор const. Действительно, константный метод производного класса не может перекрывать неконстантный метод базового класса, и наоборот. Кроме того, в языке C++11 и C++14, так же, как и в более старых диалектах этого языка, мы можем перекрывать функции, не используя квалификатор override. Однако, если он применяется, то он должен относиться только к виртуальным методам классов. Невиртуальные методы или методы, не нацеленные на применение и поддержку полиморфизма классов, не могут сопровождаться этим новым спецификатором. Особое место в ряду виртуальных методов занимают чистые виртуальные функции. Определяя метод класса как виртуальный, мы должны предложить его реализацию, либо определить тот факт, что данный класс не содержит реализации соответствующего метода на своем уровне иерархии. Определение метода как не имеющего реализацию имеет сугубо архитектурное значение. Определяя метод как не имеющий реализации, мы вменяем классам, потомкам данного класса обязанность предложить такую реализацию. Эта обязанность может быть исполнена как в прямых, так и в косвенных потомках данного рассматриваемого класса. Формальным признаком чистой виртуальной функции в классе является спецификатор, порядок использования которого проиллюстрирован в нашем однострочном примере. В большинстве случаев чистые виртуальные функции и функции класса, не имеющие предложенной реализации, совпадают. Однако, вообще говоря, эти множества не являются идентичными. С точки зрения языка C++, функция может являться чистой виртуальной и при этом не иметь реализации. В то же время, любая функция, не имеющая реализации, должна быть определена как чистая виртуальная. Включение в состав класса чистых виртуальных функций делает такой класс интерфейсом. Интерфейсом с той точки зрения, как это понятие принято трактовать в архитектуре как отдельный базовый элементарный шаблон проектирования. О шаблонах проектирования объектно-ориентированных систем речь пойдет во второй части нашего курса. Пока же обратим внимание на то, что чистые виртуальные функции являют собой пример внедрения такого несложного шаблона в ткань программного кода. Если с точки зрения архитектуры класс с чистыми виртуальными функциями это пример интерфейса, то с точки зрения языка C++ класс с чистыми виртуальными функциями является абстрактным. Для абстрактного класса запрещена одна из основных операций инстанцирования или создания экземпляров. По этой причине мы не только не имеем права определять объекты хранения, тип которых совпадает с рассматриваемым абстрактным классом, но и использовать данный абстрактный класс как тип формальных параметров или результата глобальной функции или метода класса. Что же касается определения варианта реализации чистой виртуальной функции, то такое возможно. Тело чистой виртуальной функции всегда определяется вне тела класса. Оно может использоваться для того, чтобы задать определенную общую логику, к которой должны обращаться конкретные реализации в каждом из производных классов. Такое решение является достаточно редким, но все же очень удачным с архитектурной точки зрения. Поэтому знать и помнить о том, что чистые виртуальные функции могут иметь тело, мы должны. Вернемся к нашим любимым классам альфа и бета. Пусть в классе альфа определена чистая виртуальная функция дисплей, которая имеет свое тело. Для того, чтобы воспользоваться этим телом функции альфа дисплей, необходимо произвести явный неполиморфный вызов этой функции, так, как показано на нашем слайде. В связи с отсутствием в арсенале языка C++ ключевого слова или спецификатора, который обозначал бы класс как абстрактный, при разработке иногда возникает специфическая проблема. Класс необходимо ввести и определить как абстрактный, но подходящего на роль чистой виртуальной функции метода кандидата нет. В этом случае таким методом может стать деструктор класса. В отличие от конструкторов, деструктор, хотя и является специальным методом класса, может быть определен как виртуальный. Более того, он может быть определен как чистая виртуальная функция, хотя, будучи деструктором, он обязан иметь некоторое тело. В этом случае деструктор, даже став чистой виртуальной функцией, будет определен нами, хотя и вне тела класса, по тем причинам, о которых мы говорили ранее. Порядок определения деструктора как чистой виртуальной функции для превращения класса в абстрактный проиллюстрируем уже привычными нам структурами альфа и бета. Пусть наша архитектурная задача заключается в том, чтобы сделать структуру альфа абстрактным классом. Для этого мы должны сделать чистой виртуальной функции один из ее методов. Однако метод в составе этой структуры всего один. Это деструктор, который в некотором роде искусственно введен в состав структуры для того, чтобы решить наш архитектурный ремус. Определение деструктора структуры альфа как чистой виртуальной функции не запрещает, а напротив требует от нас одновременного определения тела этого деструктора, но уже вне определения класса. Пусть в простейшем случае тело этого деструктора будет представлено пустым комплектом фигурных скобок. Превращение структуры альфа в абстрактный класс препятствует ее явному инстанцированию. В связи с этим пример попытки создания экземпляра структуры альфа оформлен нами как комментарий в коде. В то же время инстанцировать производную структуру бета, которая не является абстрактным классом, мы вполне можем. Деструктор структуры бета очевидно не наследуется от деструктора структуры альфа. Это самостоятельный специальный метод, определяемый программистом или генерируемый компилятором. В связи с тем, что структура бета не имеет никаких иных унаследованных чистых виртуальных функций, она теряет статус абстрактного класса, превращаясь в конкретный класс. Как конкретный класс, структура бета имеет все формальные основания быть инстанцированным разработчиком. Еще одним долгожданным нововведением языка C++11 стало появление финальных методов и финальных классов. Как следует из их названия, финальные методы являются архитектурным инструментом запрета перекрывать реализацию, предложенную базовым классом, во всех производных классах. Аналогичным образом, финальный класс, также являющийся архитектурным понятием, предполагает полный запрет наследования от этого класса. Иными словами, реализация, предложенная в составе финального метода, будет повторно использоваться на всех уровнях иерархии в прямых и косвенных потомках данного класса. Что же касается финальных классов, то финальные классы будут располагаться строго в листовых вершинах дерева или графа наследования. Рассмотрим, каким образом вводятся финальные методы и финальные классы. Финальные методы и финальные классы вводятся при помощи одного и того же спецификатора Final. С точки зрения грамматики языка спецификатор Final почти ничем не отличается от спецификатора Override. Иными словами, слово Final выступает как определяющий характер метода или класса только в своем контексте. Во всех остальных случаях его употребления в исходном коде программ слово Final может выступать к примеру идентификатором переменной или глобальной функции. Применительно к методам классов спецификатор Final работает только с виртуальными методами. Именно по этой причине применение спецификатора Final с методом bug является недопустимым. Применение спецификатора Final с методом foo в свою очередь означает, что этот метод, даже будучи виртуальным, не может перекрываться в структурах потомках структуры альфа. В свою очередь структура бета является финальной структурой. С практической точки зрения это означает, что у нее не может быть потомков и попытка определения как таковой структуры гамма является некорректной.